Сафарби, благодарю вас, что согласились на эту беседу, потому что не каждый осмелился бы беседовать на тему своей жизни. Я сам из Кабардино-Балкарии, Кабардинист по национальности. Ее мне дала сестра моя старшая, она значит имя мой странник. И родители, они уже умерли, покойные уже родители. Я сам прожил с ними 52 года. Замечательно помню все их старания в жизни, как они меня воспитывали, что они меня влаживали. И потеря их, видимо, меня привела к Богу. Ну, после того, как я их потерял, я начал многое о чем думать, задумываясь, я начал понимать, что жизнь имеет смысл на этой земле. И что после смерти куда мы пойдем? Здесь, ну, как мы живем, это одно значение, вроде бы. А вот после смерти куда мы попадем? Что произошло когда-то в вашей жизни, что 24 года вы провели в местах лишения свободы? Ну, это не то, что там обстоятельства, нет. Это был такой образ жизни. Я не хотел его менять, ничего мне нравилось так жить. Регулярные квартирные кражи были. Да, 18 лет посадили, и вот после этого я практически вышел, сел, вышел, сел. И вот так как-то 24 года мне накрутилось. Срок отбывал, я в зоне уверовал, освободился и пошел за Богом никуда, даже домой не пошел, даже сразу в церковь поехал. Меня познакомил с Господом Иисусом Христом друг мой, Руслан его зовут, чеченец, он сам по национальности, он сейчас пастор в городе Нальчики, Османов Руслан. Мы с ним когда-то были в жизни вместе, были, в общем, хулиганили вместе, там, крали. 12 лет назад он к Богу пришел. Вот через него я тоже уверовал. Я очень благодарен ему и во славу Господа сейчас тружусь. Очень чудные, Лена, очень чудные дела его и великие, Господа. Он мне сам показывал все, он заботился обо мне. Я когда освобождался, я ребятам в зоне сказал, я говорю, я за Богом пойду, все, я отхожу от этого мира, говорю, от уголовного. Пришло время, когда сильный знает, когда изменить путь свой. Я прошел столько, пришел к нему через столько мучений, через столько страданий. И я не один такой. Люди там сидят. Я им говорил за Христа, сидели, молчали, слушали меня. Мне дома сестра старшая говорит, все твои знакомые померли. Один ты ходишь. Ну, я еще, ну, когда не пришел к Богу, я с ней в очень плохих отношениях был. Вы член церкви или пока нет? Член церкви на Лосинске. Вы принимали крещение? Крещение, да, я здесь в Москве принял. 3 июля в этом году. Каждое воскресенье на служение ходим. У нас есть здесь братство в Москве. Ну, мы евангелизируем, по электрическам ездим. Все сидевшие, все в тюрьме уверовали. И в мир несем Слово Божие. Я Кабардинис, кто-то татарин, кто-то русский, кто откуда. У меня дочка одна есть, в Нальчике. Взрослая девочка, 28 лет, внук растет, мальчик, пятый год пошел. Я здесь женился. У вас очень приятная жена, Елена. У нее трое детей, слава Богу. Мы познакомились с ней. Был такой семинар, взрывки вангелизации. На семинаре она была помощником преподавателя. Я очень благодарен Иисусу Христу. Господь крепко держит вас за руку. Это очевидно. Я хочу пожелать вам, чтобы эту руку вы никогда не отпускали и держали ее крепко-крепко. Я благодарю вас за эту беседу с Афарби. Благодарю вас. Спасибо. И желаю вам счастья в жизни и Божьих благословений. Спасибо. Аминь. Спасибо. Аминь. Продолжение следует...